Желаю всем здравствуйте! Илья, привет! Расскажи, кто ты, чем ты занимаешься? Я руководитель компании HTM Media. Мы уже около 10 лет и проводим антивирусные тесты, делаем обзоры антивирусных продуктов. Скажи, какой антивирус лучше? Тема такая коливарная, но я могу сразу сказать, что надо выбирать из топ-5, топ-10. Если говорить о России, это гораздо меньше. Это и топ-5, это и Касперский, и ТСЭД, и Доктор Веб, это и Семантек, и Нортон, и менее популярные коммерческие продукты Аваст, Панда, и Бит Дефендер. Ну, все-таки, если остановиться, условно говоря, топ-3, то это получается... Касперский, Note, ТСЭД и Доктор Веб, да. То есть у них, если по нашей аналитике, процентов 90 рынка. А если говорить о рынке консюмерском, для домашних пользователей, там и все 100, я думаю. Потому что у Нортона, у четвертого, у них там очень маленькая сейчас доля. Играет какое-то значение российский, не российский производитель? Да, ну, принято считать, что да, это имеет значение. Угрозы же разные. Да, угрозы разные, но на самом деле все очень быстро распространяется по сети, все угрозы, да, и на самом деле там для злоумышленников, и зачастую им все равно, где компьютер, где жертва. Но есть, конечно, своя специфика, если говорить о шифровальщиках, например, о вымогателях, там все завязывается на язык, да, на язык общения с жертвой. Вот как раз шифровальщики. Это актуальная история? Да, это очень актуально. То есть по моей оценке, да, это сейчас на самом деле такая угроза номер один, которая больше всего волнует обычных пользователей. Расскажи, как пишутся, собственно, условно назовем их вирусы для наших зрителей? Как они распространяются? Да, открою какой-то большой секрет, что есть определенные группы, которые пишут, одни пишут утилиты для производства этих вирусов, целые конструкторы, и другие находят наборы уязвимостей, третьи создают каналы по распространению. Ну, каналы распространения имеют в виду, заражают сайты, рассылки делают. Да, да, да. У шифровальщиков тоже все аналогичным образом. Есть ряд групп, которые на этом специализируются. Техникой шифрования становится все сложнее, если там года три-четыре назад в большинстве случаев можно было расшифровать спорченные файлы, то сейчас в большинстве случаев это невозможность. Если вы уже попали и подцепили шифровальщика, только, не знаю, десять процентов, что ваши файлы без оплаты выкупа, возможно, будут расшифровать. Те, кто заплатят все-таки, расшифруют они свои дизайнеры? Нет, здесь, конечно, никакой гарантии нет. Более того, вы можете и заплатить деньги, вам дадут, что условно, код для расшифровки ваших файлов, но нет никакой гарантии, что это отработает и все корректно, потому что и вирусописатели, они тоже, как программисты, далеко не суперзвезды, у них бывают ошибки, то есть такое было, да, то есть вам дают ключ, что расшифровывать эти файлы, они там и половину битые, например, да, то есть вроде уже и деньги отдали, и все. Это очень удачно, нужно сказать потом, что, ребят, доплатите еще, мы вам что-нибудь поправим. Да, вот, но здесь риск есть, и, конечно, для большинства жертв в данном случае встает вопрос, платить вымогателям или нет, это первое, да. Но так все-таки надо платить или не надо платить? Я бы по этическим причинам не рекомендовал бы это делать, по той причине, что тем самым вы увеличиваете вероятность, что ваши близкие или ваши соседи тоже потом будут. Да. Вот расскажи, опять же, про организацию вот этой работы вирусописателей, да, каждый занимает своей специализацией, как они друг друга находят, как они взаимодействуют? Находят, есть так называемый и darknet, да, там есть некая невидимая часть интернета, и, соответственно, там и свои биржи, и свои форумы, и свои сообщества, и свои площадки, где все это торгуются, где можно купить практически все, что угодно, и набор для производства, для генерации от вирусов, так и вполне конкретные вещи, как оружие, что ли наркотики или там еще что-нибудь такое. Роплата у них происходит посредством платежных систем? По-разному, через биткоины как вариант, да, то есть наиболее такая универсальная вещь. Как они понимают, например, что, условно говоря, ты заработал миллиард, у нас была такая история, да, что группировка заработала миллиард, и что они с ним делают, как они его выводят, как они получают наличие? Ну, это все-таки большая проблема, да, то есть, как там, не знаю, в известных фильмах, то есть, когда у человека есть как бы очень большая сумма денег, он просто не может ее потратить, да, потому что это сразу засветка. По-моему, Илья Сачков как раз рассказывал историю, как они там участвовали в задержании одной из групп, так у них там только на WebMoney и в кошельках были миллионы долларов, да, то есть, в кошельке на WebMoney лежали, да, то есть, вот казалось, там, у людей лежит там по несколько тысяч рублей, а у них лежали миллионы, и не могли их, по сути дела, вывести там или потратить каким-то образом. Я так понимаю, что, условно говоря, новые операционные системы, там, Windows 10, они как-то меняют правила игры? Да. С чего вообще начиналась вся эта вот, что вирусная тема, да, и Microsoft, начиная там с Windows 95, уже не 10 даже, а 20 лет назад, да, и допустила ряд там, что архитектурных ошибок, да, они посчитали, что там, что безопасность не такая важная вещь, создали, что рынок для антивирусов, они создали, что рынок для киберпреступников, и это все вот на протяжении, там, и последних 20 лет, что активно, что развивалось и процветало, да, там, антивирусная компания и с одной стороны на бедных пользователях и зарабатывает, киберпреступники на тех же пользователях с другой стороны зарабатывают, все как бы довольны, вот, и не довольны только, что пользователи и Microsoft. Они, что очень серьезно, закрутили гайки на уровне архитектуры, сделали, ну, за последние годы они добавили очень много и функционала. Это уже началось с Висты, потом Семерка, потом и Восьмерка, и сейчас, соответственно, Windows 10. На уровне дыра, это некая там, вот, системная область, да, откуда и стартуют все программы, и программы не подписанные Microsoft, стартовать уже не могут, то есть это значит, что у антивирусов гораздо меньше возможностей и залезать очень глубоко на уровень операционки, да, и мониторить, как бы, ее с самого нижнего уровня, но и с другой стороны, и у вирусописателей гораздо меньше этих возможностей, но это привело сейчас, на данный момент, к тому, что они, как бы, все антивирусы, которые сейчас есть на рынке, по функционалу уравняли, да, получается, вот те, как бы, такие очень интересные и вкусные штуки, которые там были, как Host Intrusion Prevenged, они сейчас, по сути дела, на десятке не работают, да, то есть многие вендоры, если вы там и почитаете на сайтах, то есть кто-то там открыто об этом говорит, кто-то нет, то есть становится понятно, что определенный защитный функционал на десятке не работает, и на будущих версиях это и сохранится. Ну вот, можешь объяснить, то есть, условно говоря, с десятки, да, бытует мнение, что от антивирусов можно отказываться, вот, собственно, как вот эта вещь помогает? Ну, я бы не сказал, что можно отказываться с седьмой версии, вот именно от давления на антивирус, да, и важность, что антивирус, как некого... Защитного инструмента, да? ...ключевого, да, элемента защиты и персонального компьютера, она очень уменьшилась, да, то есть на уровне операционки появилось очень много механизмов. Это все привело к тому, что антивирус, он, на самом деле, свою значимость уже немного потерял. Потерял, да, то есть именно на уровне операционных систем. Он как бы нужен, да, но он нужен, на самом деле, с моей точки зрения, как бы больше для подстраховки. Бесплатные антивирусы, да, ты упомянул. Все-таки какова их роль? Бутует мнение, опять же, что достаточно обычного бесплатного антивируса? Да, тут, на самом деле, что очень много на этот счет споров и баталий, то есть есть достаточно большой пласт приверженцев, да, и бесплатных антивирусов, которые считают, что платить там никому не надо. Есть там достаточно неплохой Windows Defender в десятку, который уже сейчас встроен по умолчанию. Есть там Avast, есть куча еще и других антивирусов мне неизвестных. Какой-то базовый уровень защиты они, конечно, обеспечивают. Но я бы сказал, что это все-таки такой вариант для бедных, да, что если вы там не хотите платить… Ну, скажем так, у тебя на этом компьютере ничего важного нет, никаких документов… Да, ничего там особо важного нет, да, и для вас там тысяча рублей в год – это дорого, сколько сейчас антивирусов стоит для обычных домашних пользователей? Что около полутора тысяч – это причем уже не базовый, да, вариант там уровня интернет-секьюрити, где помимо антивируса много еще разных других, что модуль. С моей точки зрения это недорого, если разбить там по месяцам, получается чуть больше там 100 рублей в месяц, да, там, как я люблю сравнивать 1-2 бутылки хорошего пива, да, которые там можно… Инвестировать в безопасность? Да, инвестировать в безопасность. Я бы рекомендовал бы все-таки заплатить там эту тысячу или полторы рублей и купить какой-нибудь антивирус уже более-менее, ну, и премиального уровня. Как выбрать правильный, наиболее подходящий для себя продукт? Собственно, а чем они отличаются? Я бы ориентировался при выборе на три вещи. Я бы, наверное, говорил там об антивирусных тестах, которые, например, мы… что мы делаем. Тут очень много нюансов. В том виде, в котором сейчас есть там, что антивирусные тесты, признанные в мире, да, там, допустим, AV Comparative, Saveta Stork, там, другие какие-то, они сейчас не позволяют выбрать хороший антивирус. Если будете рассматривать эти тесты, вы увидите, что там… что эффективность по большинству параметров у первой десятки… они отличаются там на доли процента. И для вас это не будет и показатель и крутизны этого антивируса, да, вы можете выбрать там первый, можете и десятый. Есть некая там индустрия, эти тесты и финансируются, опять-таки, напрямую рендерами. Получается так, что все, как бы, другую помогаешь, да, им нужно делать, там, из года в год примерно одни и те же тесты, успокаивать и потенциальных клиентов-пользователей этих антивирусов, говорят, что, как бы, да, эти антивирусы хорошие, их можно покупать. Вот, антивирусные вендоры берут на флаг, значит, эти значки, показывают всем тоже, что мы такие очень крутые, мы прошли тесты, у нас там пять звезд или, там, я не знаю, и 99, и 100 процентов, там, затектировано. И все это вместе греет индустрию, да, то есть какая-то, вроде, остается определенная движуха. У нас в свое время и другой подход был, да, мы не тестировали, и не тестируем сейчас какие-то, там, и комплексные вещи, как некую, там, и абстрактную общую безопасность, и не берем деньги за участие, и тестируем наличие и эффективность определенных технологий, например, там, технология лечения, и технология приведенческого анализа, да, то есть по этим тестам, что можно понять, допустим... Технологически, чем отличается одно решение от другого. Эта фича вообще, там, да, она есть, там, в этом антивирусе, на самом деле. Бывали случаи такие, что есть, там, и галочки, и в интерфейсе, и на всех сайтах... И этим грешат не только антивирусные производители. Да, 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 на самом деле этого нет, да, то есть вы начинаете что-то тестировать, и этого функционала, там, просто, не оказывается ли он работает со всеми так, что это заявлено. Если в финале, да, посмотреть на все, что мы сказали, то есть в любом случае это один из трех... Да, один из самых популярных. Это желательно, крайне желательно платный, да, да, несмотря на то, что новые операционные системы появляются. Да, да. Собственно, если сделать простые вещи, да, на самом начале, то тогда какой-то определенный уровень защищенности для рядового пользователя он уже достигаем. Да, именно так. Ну и, конечно, базовые варианты, не сидите там на устаревших операционках, да, я бы все-таки рекомендовал бы обновиться, если там не на десятку, но хотя бы там на семерку-восьмерку, да, если мы говорим о Windows. Но говорят, что следит теперь семерка, восьмерка, десятка. Следит, да, но есть куча инструкций, как все это отключить, это раз, да, есть уже даже утилиты, и в том числе там от отечественных наших и производителей пускать там... Вот это тематика для следующего раза. Да, отключить шпионский функционал, и все становится хорошо. Нажать кнопку, и стало хорошо. Да, да, да. Спасибо тебе большое, было очень содержательно и интересно. Спасибо. Желаю всем удачи. До свидания. Вы все рассказали, ничего не забыли? О шифровальщиках немного, что мы забыли еще. Одна очень важная вещь. В принципе, большинство антивирусов не защищает от шифровальщиков, и мы это видим, то есть и приходят... Слушайте, а как они защищают? Ну, вся штука в том, что невредоносная программа действует, да, присылают некий екриптор, который, ну, с точки зрения штативируса, он просто шифрует файлы, он там не заражает операционку, ничего такого не делает. Да, да, да. То есть и отличить шифровальщик и его работу от штатного какого-то процесса может пользователь сам. Взял и решил и зашифровать файлы. Эта угроза сейчас настолько популярна, да, что там, грубо говоря, там один из десяти, что если запустится, да, то ущерб будет очень большой, потому что мы видим там по своему сайту штативирусинфо, там такие душераздирающие истории, что люди теряют там и все архивы, и фотографии детей там за 10-15 лет, или там и теряют базу 1С, например, и говорят, что меня там уволят из работы, срочно помогите мне расшифровать, у нас там вся компания на ушах, или там, допустим, архив и документов тоже там, люди писали, я помню, и теряли и черновики там каких-то книг, и работ там, и научного плана и так далее. То есть это информация, на которую люди потратили там очень много времени, она вдруг раз, и все, ее нет, да, вот, и это большая трагедия.